Пролезть под вагонами и перейти через железнодорожные пути. Для кого-то забава, а для кого-то способ сократить путь. Некоторые жители поселка Запонской регулярно пренебрегают правилами безопасности. Наша съемочная группа приехала на одно из таких потенциально опасных мест и ждать нам долго не пришлось. Спустя пять минут мы увидели нарушителя. Сотрудники полиции на транспорте проводят с ним разъяснительную беседу. Вы живете, а вы можете и не жить. Представьте, вы под вагоном пролезли, идете через пути. Здесь идут работы по формированию состава. Не дай бог под поезд. У вас детки есть? Ну конечно. Сколько? Двое. Двое. Вот представьте, прийти вечером и сказать, что нет больше у вас деток. Нет, конечно, не будет. Ну что вы. Тут со мной такие представительные люди разговаривали. Мне немножко не по себе, да, и стыдно. Я все-таки взрослый человек. Но поверьте мне, я вот с детьми никогда бы этого не сделал. Почему? Потому что это дети. Потому что если вот я сделаю, и они так могут сделать. Один следом за другим практически вереницей нарушители пролезают под вагонами. Их не смущают ни люди в форме, ни опасность, которой они себя подвергают, переходя железнодорожные пути в незаконном месте. А вот 15-летнему подростку нарушить не удалось, помешали сотрудники полиции на транспорте. Говорит, живет неподалеку и, чтобы сократить путь, ходит здесь регулярно. Представители ведомства провели с ним разъяснительную беседу. И так как ему не исполнилось 16, административную ответственность за него несут родители. По звонку буквально через 15 минут пришел отец. И тоже через железнодорожные пути, но только с другой стороны. К разъяснительной беседе он отнесся с пониманием. Представители полиции на транспорте направят информационное письмо в комиссию несовершеннолетних. При повторном нарушении родителям грозит административная ответственность. Штраф 500 рублей. Уважаемые родители, самые уважаемые люди для ваших детей – это вы. И самый такой пример для них – это тоже вы. И когда вы их проводите по путям, под поездом, ну согласитесь, наша работа на нет не сходит. Почему? Потому что, повторяю, вы для них авторитет, а мы просто люди, которые пришли провести беседу. Зачастую именно родители показывают плохой пример детям, не осознавая всю опасность, которой они их подвергают. Ежедневно сотрудники полиции на транспорте проводят рейды в самых опасных местах и регулярно становятся свидетелями нарушений несовершеннолетними. До начала учебного года представители ведомства рекомендуют провести с детьми беседу о безопасном пути из дома до школы и обратно. Железнодорожные переезды остаются зоной повышенной опасности. Ежегодно на них гибнут десятки, а то и сотни людей. В Самарской области в этом году под колеса поезда попали два человека. Это привело к летальному исходу. Стоит ли рисковать жизнью и пренебрегать законодательством ради экономии времени, каждый решит сам для себя. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.